приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья мы с вами уделим внимание народным приметам на 25 января в это видео поговорим о церковном календаре поговорим о святой татьяне поговорим об иконах божьей матери даже делим внимание народному календарю поговорим почему женщина в этот день нужно обратить внимание на те или иные моменты чтобы привлечь изобилие достаток и благополучия также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день итак друзья 25 января у нас с вами татьяне день это памятная дата в православном и в народном календаре дело в том что название этого дня связано с именем мученицы татьяны римской татьяна родилась в знатной и богатой семье в риме в третьем веке нашей эры ее родители были тайными христианами и воспитали свою дочь в благочестии став совершеннолетней девушка решила не выходить замуж а посвятить свою жизнь богу в годы правления императора александра севера в риме происходили гонения на христиан татьяну схватили привели в храм аполлона и заставили поклониться статуя этого бога но девушка отказалась и прочитала молитву иисусу христу согласно житию татьяны в этот миг случилось землетрясение и статуя аполлона упала и разбилась на куски татьяна была схвачена и подвернута пыткам но следы мучений тут же исчезали с ее тела а когда девушка молилась в небе появлялись ангелы и слышались прекрасные голоса чудеса были настолько впечатляем и впечатляющими что мучители татьяны отреклись от языческой веры и сами стали христианами за это их к сожалению казнили тоже усекновением головы было и казнена сама татьяна настоящее время святая мученица особенно почитается среди восточных христиан а вот в январе 1 тысячи семьсот пятьдесят пятого года императрица и залив елизавета петровна одобрила прошение ивана шувалова и подписала указ об открытии московского университета и считается что шувалов специально выбрал этот день для презентации проекта его мать носила имя татьяна и он хотел порадовать ее своим высоким назначением на пост куратора университета в день ее именин последствии на территории университета была построена церковь в честь татьяны а сама святая была объявлена покровительницей студентов в одна тысяча восемьсот пятьдесятом году был официально установлен праздник в котором сначала принимали участие только студенты московского университета но вскоре праздник распространился и на студентов остальных учебных заведений татьяне день студенты по традиции ставят свечки за успехи в учебе а также молятся святой и просят у нее помощи во всем ну а после октябрьского переворота к сожалению о студенческом празднике вспоминали достаточно редко и только в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году при московском университете открыли храм святой татьяны и снова появился веселый студенческий праздник татьянин день татьяне римской молятся об усердии в науках об удаче на экзаменах и легкой учебе так религиозный праздник отмечаемые православной церковью стал еще и любимым праздником именно студенчество приобретая со временем свои неповторимые черты обрастая привычками традициями и даже интересными обычаями также сегодня 25 января празднуется в честь иконы божией матери акафисная и празднование в честь иконы божией матери млекопитательница ну а в народном календаре как мы уже сказали ранее проходит народный праздник татьяны день второе более древние название этого праздника 25 января друзья это бабий кут на руси так назывался бабе угол это место у печи где находились предметы домашние утвари и где хозяйка проводила много времени это место также называлась и солнышком часть этого на татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай который символизировал солнце она же доставала его из печи и дав хлебу остыть делила между членами семьи каждому должен был достаться ну хотя бы маленький кусочек и обращаем ваше внимание в дело в том что именно 25 января как мы уже сказали ранее пекли каравайи именно форме солнце и могли печь только старшие хозяйки в семье хлеб вынимали обязательно из печи давали время немножечко остыть и каждый член семьи должен был съесть хотя бы небольшой кусочек чтобы солнце подарила ему немножечко своего тепла пекли и обрядовый каравай с целью завлечь весну приглашая солнышко вернуться к людям и прогнать крещенские морозы с его приготовлением связанные некоторые народные приметы если хлеб в середине поднялся холмиком то год будет удачным но гладкий карават и каравай без единого изъяна к спокойной и размеренной жизни без каких-либо потрясений пригоревшие выпечки не видели ничего плохого и угощали именинницу или именинника верили что это поможет взять человека от жизни все тревожным знаком было если каравай треснул татьянин день девушки ходили на речку выбивать грязь из половиков делали они это рано утром а парни помогали нести половики к реке и обратно в деревню коврики развешивали на заборах и глядя на них можно было сказать какая хозяйка получится из той или иной девушки на чтобы сбылось заветное желание нужно в этот день 25 января забраться на самое высокое место в округе и глядя на солнце загадать его считалось что если делать это искренне то мечта обязательно осуществится по морозу в этот день судили и о погоде весной и летом поэтому если 25 января солнышко рано покажется к раннему потеплению и прилету птиц снег над татьяну солил дождливое и сырое лето какая погода сегодня 25 января такая в декабре будет стоять ветер с юга к засушливому и мало урожайному лету морозная ясная погода хорошему урожаю тепло и снегопадок не урожаю большие сугробы в этот день пророчат много хлеба ну а звездное небо крайне весне также мы хотим с вами поделиться в этом видео обрядом который нужно провести именно дать это бря 25 января в татьянин день чтобы не болеть этот обряд работает если болезни не хотят отступать для этого нужно 25 января надеть новое нательное белье постиранное в проточной воде далее пойти в церковь и раздать всем нищим стоящим у церковных ворот по монете далее зайти в храм ни с кем не разговаривая сразу же поставить свечку за свое здравие перед ликом богоматери уйти тоже ни с кем не разговаривая пока порог дом не будет переступлен тут же раздеться и на нижнее белье сказать такие слова белье снята болезнь убрана ты мне татьяна помоги здоровье подари божья матерь поможет больше боль болючая меня не потревожит прошу вас стократно пусть уйдет болячка от меня безвозвратно белье это носить нужно до тех пор пока болезнь не уйдет стирать можно только нельзя сушить на улице иначе ветер всю силу целебную заберет после его закопать под сухим деревом подальше от проходного места вы знаете если в этот день родилась девочка 25 января то она обязательно станет хорошей хозяйкой у которой в доме будет полный порядок также она будет способной к наукам но если в этот день родился мальчик то он будет активным деятельным добрым и отзывчивым а также общительным и дружелюбным человеку появившемуся на свет в этот день 25 января в качестве талисмана подходит черный агат в ночь с 24 на 25 января сновидения могут указывать на способности и таланты которые мы можем развить открывая в себе скрытые возможности будьте внимательны правильно расшифрованный сон может дать вам действительно ценную подсказку об уникальном пути который лучше выбрать сон в котором присутствуют деньги может отражать наши амбиции стремление и возможности в материальном мире если вы видите себя в ситуации потери или получения денег это знак того что в ваших руках масса возможности для увеличения дохода возможно вы еще не осознали своего потенциала в бизнесе или трудитесь не в своей сфере станьте более открытыми для новых возможностей ищите незанятые ниши используйте свои уникальные навыки и знания для улучшения благосостояния ну а что же нужно было сделать в этот день 25 января принято в этот праздник поздравлять своих знакомых родных близких татьян с именинами раньше верили что это к удаче и к благополучию а еще лучше будут сопроводить поздравления подарком также в этот день татьяном нужно помолиться святой татьяне и ангелу-хранителю и желательно посетить церковь в этот день было принято печь каравай который должен был попробовать каждый член семьи хлебные остатки не выбрасывали отдавали скоту кроме того рекомендовалось кормить птиц и бездомных животных женщины в этот день надевали лучшие наряды и украшения еще ходили на речку выбивать половики про этот день говорили так татьяна и каравай печет и половики на реке бьет и хоровод ведет татьянин день не считалось грешным веселья молодым людям нужно можно было и гулять и пить день считался и благоприятным для знакомства татьянин день принято было наводить порядок в доме стирать белье раньше девушки обязательно выходили на улицу выбивать грязь и пыль из половиков с утра пораньше честь татьяниного дня часто пекли каравай в форме солнца чтобы поскорее привлечь тепло и забыть про морозы хлеб обязательно ломали и раздавали всем в семье по виду хлеба говорили чего ждать в будущем красивый к счастью к с бугром посередине дела пойдут в гору и год будет удачным треснул тревожный знак а подгорелым угощали именинника в этот день чтобы все у них было хорошо поэтому обязательно в этот день съешьте кусочек хлеба и желательно чтобы все вместе вы съели этот кусок каждый надломив обязательно макните в соль и скажите приглашаю в свою жизнь изобилие достаток и благополучие приглашаю в свою жизнь и здоровье счастье и удачу пусть это 2024 год будет счастливым и обязательно благополучным истина да будет так обязательно друзья эти слова проговорите и напишите в комментариях к этому видео также в татьянин день обязательно нужно было творить добро подавать милостыню и помогать нуждающимся участвовать в благотворительных мероприятиях народные приметы рекомендуют покормить птиц или бродячих животных тот кто это сделает скоро разбогатеет на руси верили что татьяна в свой праздник обязательно исполнит любое желание этого нужно было найти самое высокое место в округе это могли быть крыши домов и другие рукотворные строения учитывать не надо стать лицом к солнцу и сказать это желание громко и четко давайте теперь поговорим о том что же нельзя было делать в этот день 25 января согласно народным приметам сегодня запрещено кому-либо отказывать в помощи как считали наши предки отказ может стать причиной большой беды поэтому даже если нет времени желание или же возможности помочь просящему все равно нужно приложить все усилия сделать то о чем просят не следует в татьянин день ссориться и выяснить отношения тем более с близкими людьми путь к перемирию будут длительным и сложным или же вовсе невозможным проведите сегодняшний день пожалуйста мере и спокойствие запрещено также 25 января встречать праздник беспорядки это привлечет неприятности и проблемы однако уборку следует делать накануне дня татьяны так как убирать непосредственно в этот день чревато семейными ссорами нельзя в этот день родителям ругать а тем более поднимать руку на детей святая татьяна может наслать на таких мам и пап неприятности и горести поскольку она за мирное решение конфликта с помощью спокойных и объяснительных бесед не рекомендуется и выпивать в татьянин день по народным приметам нечисть прилетит и начнет вредить доводя выпившего до безумия а также может спровоцировать на драку скандалы конфликты и другие не очень хорошие поступки ну а студентам в этот день нельзя рассказывать о своих успехах в учебе могут сглазить из-за чего ухудшится успеваемость или же отношения с преподавателями студенты не должны в свой день вести себя тихо иначе могут упустить удачу поэтому 25 января как можно веселее и активнее проводите студенческий праздник тем радостнее и легче считается что будет учеба запрещено студентам в этот день выкидывать мусор из своей комнаты вместе с ним можно выбросить и накопленные знания что чревато низкими оценками на экзамене или вовсе провалом сессии девушкам с именем татьяна нельзя забывать а сегодня о своем ангелах-хранителе посетите храм и поблагодарите святую татьяну за помощь и опеку кто же проигнорирует этот совет может рассердить святую и она чтобы проучить свою подопечную нашлет на нее всевозможные неприятности друзья прямо сейчас ставьте лайк этому видео обязательно в комментариях поздравьте всех татьян с их праздником пусть вашей жизни будут изобилие достаток и благополучие друзья кто спрашивал как можно нас отблагодарить друзья ссылку в описании в этом видео вы с помощью доната переходя по ссылке можете перевести ту сумму которую вы считаете нужной и важной у всех благодарим за то что вы с нами это что нас поддерживаете а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслим их друзья и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео